Девчата, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем краситься вместе с вами, но не просто краситься, а тестировать новые продукты. И у меня здесь 5 продуктов. Это бренд Parisa. Вот 5 продуктов мы будем с вами тестировать. Немного расскажу о бренде. Сам бренд, насколько я прочитала, добыла информацию, это испанский бренд. Но большую часть продуктов изготавливается в Китае. Но на самих продуктах частично написано Китай, частично КНДР. Очень интересно. Продукты бюджетные. Захотелось попробовать, потому что видела многих блогеров. И давайте приступим с того, что у меня есть уже тон на лице. Мы будем пробовать с вами. Здесь у меня есть помада, бальза, гель для бровей, консилер с хайлайтером и тушь. И давайте начнем с того, что я не буду сегодня пробовать. Это помада. Я заказала помаду. Цены все буду подписывать здесь, в оттенке 13. Но очень сильно прогадала с цветом, потому что она оказалась ужасной. Посмотрите, это явно не мой цвет. Я знаю, кому я ее подарю. Поэтому я даже не буду начинать. Это такой бабушкин цвет. Но у меня есть человек, не бабушка, кстати, который любит вот такие оттенки. Поэтому я подарю. И эта помада сделана в Китае. Она увлажняющая. Увлажняющая. То есть, обычно увлажняющая помада я ей не буду пользоваться. Давайте следующее. Это вот такой бальзамчик. Аналог ИЭС. Который называется Global Lip Balm. И это Passion Fruit. Не знаю, что какой-то фруктовый. Но очень вкусно пахнет. Он также шариком. Давайте его попробуем. Потому что все продукты я не пробовала. Пробуем вместе с вами. Он вкусный, приятный. Единственное, здесь вот немножко, как вы видите, отходит по краям бальзама. И мне кажется, что он может выпасть. Поэтому с ним нужно аккуратно. Сам он такой тяжеленький, увесистый. Ну и приятно, мило положить в сумочку такой бальзамчик. Так, следующее, что мы будем с вами делать. Это пробовать, наверное, консилер. Так как тон я нанесла. А консилер я не наносила. Специально, чтобы попробовать. Так, вот он. Здесь все упаковано, запаковано, как вы видите, вот так. В таких стильных коробочках. Вот это консилер-хайлайтер. 5 мл. С обеих сторон, я так понимаю. Смотрите, вот так он выглядит. У меня был такой отель, и мне он не понравился. И что-то подсказывает, что этот тоже мне вряд ли понравится. Потому что мне кажется, так как он бюджетный, он очень похож на тот консилер. Я буду распределять все пальчиками. И давайте нанесем, наверное, хайлайтер мы нанесем вот сюда. Вот так. Так я и с эльфом поступала. И потом уже, наверное, под бровь после. И растушую с пальчиками. Посмотрим, какой у него же эффект. Вообще, я люблю сейчас кремовые продукты. Особенно, что касается хайлайтеров. И посмотрим, что у нас получится. Но виден эффект. Влажный такой. Красивый. Но немного, знаете, мне кажется, его лучше будут наслаивать. Потому что вроде блесток в нем нет. Но в целом неплохой. Давайте попробуем консилер. Кстати, я выбрала оттенок 02. Вот такой он достаточно светлый. Я буду наносить его треугольником. И растушевывать тоже пальчиками. Так как в данный момент у меня нет спонжа под рукой. Поэтому буду вбивающими движениями его наносить. Консилер слишком жидкий. И очень похожий на эльф. По консистенции. По цене. По текстуре. Не знаю. У меня нет никаких синяков и кругов под глазами. Мне нужно просто высветлить эту зону. Хотя тональный крем у меня на данный момент от Clorans. И так светлый. Ну. Есть немножко такого влажный финиш. Красивый, кстати. Финиш влажный. Мне нравится. Еще немножко нанесу вот сюда. Но в целом он ничего вам не перекроет. Если вам нужно что-то перекрывать. Вот он чисто под глазки. Для такого. Я не знаю. Для такого, как сказать. Свежего внешнего вида. Поэтому для свежего внешнего вида он справляется. Наверное, ему поставим. Я не знаю. Четыре с минусом. Я ему поставлю. Так. Следующее, что мы будем тестировать. Два продукта мы протестировали. Это в такой коробочке. Также опять КНДР. Это у нас гель для бровей. И такой же гель для бровей. У меня оттенок, кстати, 05. Коричневый, по-моему. Есть у многих фирм. В том числе у NYX. Именно поэтому я очень захотела его попробовать. Ни разу не пробовала такие подобные продукты. Вот тут все упаковано хорошо. То есть можно вот эту штучку тоже. Пленочку снять. Давайте вот так ее уберем. И он такой должен быть кремообразный. Я буду наносить его. Сначала давайте прочешу бровки. Возьму, конечно же, свое зеркало. Постараюсь как-нибудь справиться. И нанесу его на ручку. Вот такой носик имеется. Он такой, знаете, как краска. Как гуашь. По консистенции. Постараюсь его как-нибудь аккуратненько. На прикосновение, на тактильное ощущение он жидковатый. И наносится как-то слишком плотно. Нужно его, наверное, совсем-совсем немножечко, чтобы, знаете, совсем не переборщить с ним. Он должен застывать, я так понимаю, схватываться, застывать и давать такой эффект и тонировки бровей, прокрашивания и эффекта геля, да. По крайней мере, так себе представляю, работает этот продукт. Ну, в целом, наверное, и неплохо даже. По крайней мере, это очень быстро. Посмотрите, вот здесь единственное, я немножко заляпала, но здесь можно поправить консилер. Посмотрите, как быстро преобразилась моя бровь. Цвет, оттенок не идеально подходит. Мои брови сами по себе темно-темно-коричневые, ближе к черному. И оттенок коричневый, он такой вот именно правильно коричневый, безреженный, с холодным подтоном, подходит для брюнеток. Поэтому, единственное, непривычно, что он такой мокренький, влажненький. Я привыкла работать с помадками, которые уже такие более-менее не жидкие по консистенции. И прочешем также бровку. Мне нравится. Мне кажется, на каждый день это очень быстро и очень красиво. Поэтому, наверное, я буду им пользоваться. И могу поставить этому продукту, наверное, пятерку точно. Кроме мере, на данный этап. И последнее, что у нас есть, это тушь. Которая называется Volume Long для объема. Итак, вот так выглядит упаковка. И называется она Volume Long Dream. 12 мл. И на туши написано, что она сделана в Китае. Я выбрала эту тушь, потому что производитель заявляет, производитель заявляет, что она влагоустойчивая. Именно не водостойкая, а выдерживает снег, дождь. И я хочу проверить ее. Кисточка у нее обычная, не силиконовая. Но мне нравится она по форме. Раньше я часто пользовалась подобной. Давайте посмотрим, как она будет прокрашивать реснички. Так, и первое, что я заметила. Во-первых, у ней есть немножко запах. Но запах, в принципе, есть практически у всей туши. Она дает не только объем, а больше даже дает удлинение. Но в целом, мне понравилась тушь. Смотрите, длина присутствует. Разделение, в принципе, тоже присутствует. И объем тоже. Так что тушь неплохая. Посмотрим, будет она опечатываться в течение дня или нет. Осыпаться спустя какое-то время или нет. Но в целом, да. Достойная тушь. Наверное, ей тоже можно поставить на данный момент 4 с плюсом. Вот, это были все продукты, которые я тестировала сегодня вместе с вами. Обязательно напишите, что из этого вы пробовали или что вам понравилось. И ставьте пальчики вверх. И подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok